Внимание! Ведется запись разговора Мирсотряс крупнейший скандал с незаконным прослушиванием телефонов и гаджетов около 50 тысяч политиков, общественных деятелей и журналистов. Но кто был там по ту сторону телефона, расскажем. Они все-таки начались. Олимпийские игры Токио 2020. Череда скандалов и поддержки еще до открытия. Расскажем, почему эти соревнования четырехлетия называют самыми необычными. Вирус раздора. Китай отказывается от сотрудничества с ВОЗ. Узнаем ли мы когда-нибудь правдивый ответ, откуда взялся вообще COVID-19. На старт, внимание, марш. В Узбекистане началась кампания по выборам президента республики. Какой будет эта предвыборная гонка, расскажем сегодня. Вы смотрите телеканал Атамикен Бизнес. Мы не пытаемся изменить мир, но расскажем, как он меняется на наших глазах. В эфире из Алматы. Для вас работает команда программы «Мир итоги» и я, ее ведущая, Мелина Бабулиди. Здравствуйте. Итак, начнем выпуск. Скандал как будто со страниц шпионской саги. Больше 50 тысяч человек стали жертвами возможной прослушки спецслужб. Все началось с того, как международная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором рассказала, как программа Pegasus от израильской компании NCO Group взламывает смартфоны журналистов, активистов и политиков по всему миру. При этом технология взлома абсолютно простая. Достаточно получить зараженные смс и все. Приватность больше не ваш конек. Атакующий получает полный доступ. Прослушка, удаленная активация микрофона, фотографии, номера телефонов и биллинг звонков. Ну, когда географически отследить звонящего можно легко и просто. Конечно, скандал всколыхнул весь мир. Ведь посигнули буквально на святое. Современные гаджеты сейчас нечто больше, чем просто телефон. А в некоторых случаях просто кладезь интимной информации. Моя коллега Фариза Болотбек всю неделю следила за развитием ситуации и попыталась выяснить, почему программа, предназначенная для борьбы с преступниками и террористами, вдруг заработала не по назначению. В обнародованном журналистском расследовании сообщается, что объектами слежки стали журналисты, правозащитники и президенты ряда стран. Среди последних в списке оказались Касымжумар Токаев и Эммануэль Макрон. Кстати, глава Пятой Республики спустя два дня после появления этой новости в СМИ сразу сменил свой мобильный телефон и номер. А вот судя по заявлению администрации казахстанского президента, в Ахорде не особо верят этой информации. Точнее, считают ее сомнительной и не имеющей каких-либо доказательств. А вот главы европейских стран восприняли эту новость вполне серьезно и даже с некоторым опасением. К примеру, канцлер Германии Ангела Меркель накануне заявила, что это кибероружие. Я считаю важным, чтобы данное программное обеспечение не попало в чужие руки. Это означает, что у нас должны быть очень строгие условия. Его нельзя продавать в страны, где не гарантируется судебный надзор. Возвращаясь к предыстории резонансного расследования, как было уже отмечено ранее, потенциальными жертвами спецслужбы и властей могли оказаться 50 тысяч человек. Для слежки за ними в течение нескольких лет использовались их смартфоны при помощи программы Pegasus, которая разработана израильской компанией. Тем временем, производитель этой шпионской программы отверг обвинение в свой адрес. На днях NSO Group опубликовали следующее заявление. NSO Group продает технологии лишь правоохранительным и разведывательным службам благонадежных властей с единственной целью – для предотвращения преступлений и терактов ради спасения жизней. Между тем, Минобороны Израиля поддержала заявление NSO Group, при этом пообещав, что примет меры в случае подтверждения обвинения в их адрес. Тем временем, экспертов в области кибербезопасности, с которыми мы беседовали на неделе, эта новость ничуть не удивила. Специалисты в области кибербезопасности, они уже давно про это все знают. Это просто сейчас произошел большой резонанс. Если подобного рода применяют против журналистов, и это продается даже в другим же странам, что находится у различного рода кибер-властей по всему миру, закрытых в своих закромах, какие решения, которые позволяют, то есть должны быть решения еще круче. То есть у NSO, у них лицензия от Министерства обороны Израиля на продажу вот этого программного обеспечения. То есть Министерство обороны Израиля разрешает им продавать это решение. То есть теперь представьте, какие есть решения по всему миру, которые внутренние правоохранительные органы не разрешают продавать за рубеж. И вот здесь как раз нужно про вот это вот задуматься, то есть какого рода кибер-властей существует вообще где-то там в секретных лабораториях этого мира. Израильская NSO Group поставляет программу шпионажа разведывательным службам, правоохранительным органам и военным по всему миру с 2011 года. С тех пор Pegasus стала ключевой программой и оценена в 1 миллиард долларов. В NSO Group настаивают, что Pegasus используется исключительно для борьбы с преступниками и террористами. Однако в последний случай все опровергает. Из потенциальных целей слежки в Казахстане могли оказаться или оказались. Всего 6 человек, их имена вы сейчас видите на своих экранах. Наш коллега Серегжан Моледбай также оказался в этом списке. Когда появилась эта новость, что есть списки возможных людей, которых прослушивали, я не удивился. Я предполагал изначально, что меня могут прослушивать за мной, могут там следить. Поскольку моя работа связана с такими рисками, я обращусь в правительство, президенту и в Генеральную прокуратуру, чтобы они выяснили, действительно имел ли место такой факт. Между тем в NSO Group обвинили журналистский консорциум в публикации ложного расследования и заявили, что задумываются о подаче судебного иска о клевете против представителей 17 изданий. Однако то, что Израиль кибердержава и ее компании занимаются электронным шпионажем, остается фактом. Более того, известная израильская компания Zerodium предлагает специальный прайс на те или иные услуги взлома. Чем сложнее опция, тем дороже стоимость. В некоторых случаях она доходит до 2,5 миллионов долларов. Израиль не единственная страна, компании которой занимаются подобной деятельностью. Помимо нее есть компании Испании, США, Китая и ряда других стран. Взлом и слежка за смартфонами – это достаточно дорогое удовольствие. И рядовым гражданам в этом плане особо беспокоиться не стоит. Эксперты лишь советуют почаще обновлять программное обновление на телефонах. Этот скандал стал поводом вспомнить и другие, связанные с прослушками телефонов и политиков по всему миру ситуации. Только теперь, коло говорите помедленнее, мы вас пишем. Добавилось еще и пишите больше в соцсетях. Личные страницы, всевозможные месседжеры – вот еще одна угроза приватности. И не случайно в сети появился термин «цифровая гигиена». На неделе государственная техническая служба, которая занимается в Казахстане мониторингом соцсетей, чтобы выявить угрозу информационной безопасности, обнародовала такой факт. Персональные данные более 30 тысяч казахстанских пользователей Телеграм утекли в сеть. Это ID пользователя, имя, номер телефона и описание из графы о себе. Телеграм-канал представляет персональные данные как базу клиентов платформы «Глазбога» – крупнейшего в СНГ сервиса с более чем одним миллионом пользователей, позволяющий по запросу получать персональные данные, собранные на основе информации из социальных сетей, месседжеров, поисковых систем и других источников информации. В начале июля суд в Москве признал работу Телеграм-канала «Глазбога» незаконной из-за нарушений права на частную жизнь. А вот в Узбекистане, похоже, в ближайшие месяцы стоит как раз-таки ждать активности в социальных сетях. В стране дали старт выборам президента, которые назначены на 24 октября. Избирательная кампания в соседней стране началась 23 июля. По закону соседней страны президентом Узбекистана может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет. Президент избирается сроком на 5 лет, при этом один человек не может быть на этой должности более двух сроков подряд. В ЦЭК уже заявили, что получить право на выдвижение своих кандидатур есть у пяти партий социально-демократической Адулад, демократической Мелитикланиш, либерально-демократической партии, народной демократической и экологической партии. Действующий президент Шавкат Мерзиёев – выдвиженец от либерально-демократической партии. И похоже, что интриги не будет. И Узли Деп, своего кандидата на главный пост в стране, менять не будет и на будущую пятилетку. А пока перед действующим главой Узбекистана стоит первоочередная внешнеполитическая проблема – Афганистан. Официальный Ташкент уже заявил о контактах со всеми военно-политическими силами Афганистана. Со всеми, что уж наверняка. И в продолжении темы Афганистана. Там не прекращаются боевые действия. В Кабуле атаковали дворец президента. Восемь ракет упали во время праздничной утренней молитвы в первый день мусульманского праздника Курбан-Байрам. В Талибане заявили, что контролируют около 90% границ Афганистана. Что еще происходит в Афганистане сегодня, обо всем по порядку прямо сейчас в моей аналитике. В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые завладели значительными территориями страны. Обстановка в стране дестабилизировалась после обещаний президента США Джо Байдена окончательно вывести американские войска из страны до 11 сентября текущего года. Но «Талибы» словно всему миру доказывают и показывают, что они сильнее. Но сила их в чем? В жертвах, в убийствах и в страхе людей? В центре Кабула, например, во время празднования Курбана-Байрама, упали несколько ракет. Произошло это рядом с президентским дворцом во время молитв. Раздалось сразу несколько взрывов. При этом верующие не прекратили церемонию. Люди содрогнулись от громких звуков, но все остались на своих местах. Предлагаю посмотреть этот момент. За ситуацией активно наблюдает весь мир. В США максимально стараются держать руку на пульсе эскалации. Глава объединенного комитета начальников штаба ВС США генерал Кмарк Милли заявил, что радикальное движение «Талибан» активно захватывает территорию Афганистана. По его словам, боевики движения захватили примерно половину окружных центров и стратегически превалируют. Вот, например, 41-летний ветеран Джейсон Лилли размышляет о решении президента Джо Байдена завершить американскую военную миссию в Афганистане. Он выражает любовь к своей стране, но отвращение к ее политикам и горечь по поводу пролитой крови и растраченных денег. Его товарищи были убиты и искалечены в войнах, которых, по его словам, невозможно было победить, что заставляет его переосмыслить свою страну и свою жизнь полностью. На 100% мы проиграли войну. Талибы уже захватили один из главных пунктов на этой неделе, и США еще даже не вывели свои войска. Талибы показывают всему миру, что они стоят выше всех. Из-за войны в Афганистане я потерял своих близких друзей. Годами не вижу близких, и все это было сделано ради того, чтобы талибы победили в этой войне? В Таджикистане готовится принять более 100 тысяч беженцев из Афганистана. В районе Джайхун власти Таджикистана строят лагеря для временного проживания беженцев из соседней республики. На строительство лагерей средства выделены из государственного бюджета страны. Строительством займется Министерство внутренних дел Таджикистана. Точная сумма выделенных средств не уточняется. И стоит отметить, что впервые Таджикистан принимал в качестве беженцев 113 военных с оружием и техникой из Афганистана. Тогда им была представлена помощь в виде питания и ночлега. После этого военные вернулись назад в Афганистан. Власти Таджикистана отмечают, что они обязаны принимать беженцев в знак благодарности за то, что Афганистан также принимал таджикистанцев во время гражданской войны в стране. Народ Афганистана в разных частях страны страдает от продолжения войны. Сегодня война бушует в нескольких провинциях Афганистана. Война продолжается в нашей стране уже 42 года, и сотни тысяч наших людей пожертвовали своими жизнями. Поэтому сейчас, как никогда, мы должны работать над обеспечением мира. Как вы заметили, в нашей программе мы очень часто говорим об Афганистане, но не говорить сейчас об этом просто невозможно. Там на днях неизвестные убили 100 мирных жителей и разграбили их дома. В правительстве сразу обвинили талибов, контролирующих этот район. Стремительные нападения талибов в последние месяцы привели к перемещению десятков тысяч людей по всему Афганистану. Учреждения, занимающиеся оказанием помощи, предупреждают о надвигающейся гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 35 тысяч человек бежали из своих домов в Кундузи с момента усиленных атак. Десятки жителей были убиты или ранены, и растет число вынужденных бежать от насилия или вытеснения их талибами, которые использовали заброшенные дома в качестве позиций для обстрела правительственных сил. Как вы видите, мы должны жить здесь. Мы пришли сюда не по своей воле. Десять женщин и десять мужчин находятся здесь уже долгое время. У нас были свои дома, свои деревни, но теперь мы здесь. Во всем виновата война. Что еще мы можем сделать? Наши дети и мы больны. У нас нет ни еды, ни крыши над головой, ни даже места, где можно спать. Но гуманитарный кризис может стать далеко не единственным последствием перехода Афганистана под контроль талибов. Еще опаснее потенциальное превращение страны в одну огромную базу для терроризма, не считая того, что экспорт наркотиков увеличится в разы. Сам Талибан уверяет, что никаких планов по экспорту революции за рубеж у него попросту нет. Но население соседних стран, в частности постсоветской Средней Азии, может радикализироваться и самостоятельно под впечатлением успеха талибов. Ну а мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. Вот о чем поговорим во второй части выпуска. Наводнение века, климатическая катастрофа в Германии может изменить политическую раскладку сил в стране. Что там происходит сегодня, расскажем. Бизнес на смерти. Медики Перу продавали места в государственных ковид-центрах по 21 тысячи долларов. Заплатить смогли не все. Вход только для привитых. В Великобритании на массовые мероприятия будут пускать только вакцинированных. Отрицательного ПЦР-теста теперь будет недостаточно. Есть такая профессия – родину защищать. Есть у нас дети, которые… дети-сироты, дети без отца, без матери. Если каждый мальчик будет думать об этом, о своей земле, о своем родном доме, он, наверное, будет защищать родину. Кто она? Женщина-руководитель. Как решаются проблемы гендерного неравенства? Основная проблема, конечно, это совмещение роли матери и роли директора. Все, что мы хотим, чтобы нас воспринимали как равных в работе. Засуха, которая наблюдается сразу в нескольких регионах Казахстана, стала причиной массового поддержания скота. В последствии могут быть, можно сказать, катастрофичными. Сегодняшние проблемы, которые вот наблюдались в Мангистаусской, Кослардинской области, они покажутся только цветочками. Сейчас десятки тысяч фермеров гибнут просто на глазах. Мы сидим, как будто ни в чем не бывало. Смотрите проект «Интервью» по пятницам в 21.00 на телеканале «Атомикен Бизнес». Ну а мы продолжаем выпуск. Откуда взялся коронавирус? Похоже, что ответа придется ждать очень долго. ВОЗ и КНР продолжают обмениваться пиками. Пекин обвинил ВОЗ в политическом позерстве и заявил, что вирус возник естественным путем. Человек заразился от животного. Напомню, Китай неоднократно обвиняли в искусственном создании коронавируса. В итоге Китай отказался сотрудничать с ВОЗ на втором этапе расследования происхождения вируса. Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебриесус заявил, что нельзя исключать версию утечки коронавируса из китайской лаборатории в Ухане и призвал КНР сотрудничать открыто. Еще 24 мая газета The Wall Street Journal привела выдержки из доклада американской разведки о возможном появлении коронавируса за пару месяцев до начала глобальной эпидемии. Журналисты утверждали, что трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за медицинской помощью с тяжелыми симптомами инфекционного заболевания, когда про коронавирус в мире мало кто знал. Впрочем, официальный Пекин подобные версии называет абсурдными. Громкое дело раскрыли в Перу. Там арестованы работники государственной больницы за торговлю койками для больных COVID-19. Власти арестовали как минимум 9 человек, в том числе администраторов одной из государственных больниц Лимы. Полицейские направились в больницу после того, как поступила жалоба от брата человека, страдающего COVID-19. У него якобы попросили 82 тысячи перуанских солей. Это около 20,5 тысяч долларов для получения койки интенсивной терапии. Министр здравоохранения Оскар Угарте заявил журналистам, что такое мошенничество требует немедленных ответных мер. Угарте стал уже пятым, кто возглавил Минздрав с начала пандемии. Перу считается одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Латинской Америки. Система здравоохранения не справляется с нагрузкой. Перу также стала страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса на душу населения. 500 случаев на 100 тысяч человек. Не улучшается ситуация даже в всех странах, которые считаются относительно благополучными по коронавирусу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ночные клубы страны и другие места с большим скоплением людей начнут требовать от посетителей доказательства полной вакцинации с конца сентября. Одного отрицательного ПЦР-теста теперь будет недостаточно. При этом правительство Великобритании отменило практически все коронавирусные ограничения. Англичанам разрешили ходить без средств индивидуальной защиты, собираться большими группами. Больших групп людей максимально стараются избегать. Сейчас в Олимпийском Токио эти игры максимально пострадали от коронавируса. На неделе глава ВОЗ назвал Токийскую Олимпиаду надеждой в борьбе с коронавирусом. Однако ситуация в Олимпийском Токио внушает больше опасения, чем надежду. Оргкомитет Олимпийских игр объявил уже о новых случаях коронавируса. Играм не рады и сами японцы. Социальные сети полны гневных постов в адрес правительства Японии, особенно Международного Олимпийского комитета. Многие считают, что здоровые люди и здоровье людей подвергают риску из-за жажды наживы. Вдобавок к этому в такие трудные времена и минуты на плечи японцев ложится и экономическое бремя. Вопросы общественного мнения последних месяцев показывали, что более 80% японцев были против проведения игр. И их негодование понятно. Ведь Олимпиада этого года может остаться в истории страны не грандиозным праздником, а печальным событием, которое может стать причиной трагедий в семьях. Ну и это понятно. Япония страна с самым пожилым населением в мире. Здесь живет более четверти жителей в возрасте 65+. Также за последние несколько дней в Японии средний показатель новых ежедневных случаев составляет более 3000 человек, в то время как более 20% населения страны полностью вакцинированы. Подробнее о настроениях в Олимпийской деревне в Токио узнаем у нашего международного обозревателя Аиды Хайдар. Аида, добрый вечер. Передаю слово тебе. Ты в прямом эфире. Мелина, тяжело судить о настроении в Олимпийской деревне, когда хозяйка игр живет в режиме чрезвычайной ситуации. Конкретно в Токио она продлится до 22 августа. Это означает, что олимпийские делегации в свободное время будут очень ограничены в выборе развлечений. Спортсмены должны будут ежедневно проходить ковид-тесты и носить маски за пределами спортивных площадок. Посторонние контакты вне своей делегации запрещены. Нарушение правил будет грозить дисквалификацией. Подробнее через пару секунд. Токио Надо сказать, что Токио просто катастрофически не везет с Олимпиадами. В 1940-м игры отменили из-за Второй мировой войны. В 1964-м провели в срок, но нанесли непоправимый ущерб экологии и населению. Олимпийские игры 2020-го, которые перенесли на это лето, скорее всего, станут самыми странными в истории. Без зрителей и с множеством ограничений. Кстати, именно из-за отсутствия зрителей финансовые потери Японии могут составить почти 22 миллиардов долларов. Такую цифру озвучил японский университет Кансайя. Университет брал в расчет не только прямые убытки от отсутствия туризма и, как следствие, потенциального источника финансов, но и экономические последствия в таких сферах, как городское планирование и использование объектов по окончании соревнований, вовлечение населения в околоолимпийские проекты и волонтерские работы, а также внедрение высоких технологий. При этом ученые оценивали не краткосрочный экономический эффект, а тот, который Япония могла бы получить на протяжении 10 лет. Ведь, как заверяли организаторы, именно столько должны были длиться положительные изменения после игр. Еще одним испытанием для спортсменов, помимо ковид-ограничений, стала жара и высокая влажность, присущая японскому лету. По мнению журналистов Guardian, это будут самые жаркие олимпийские игры за всю историю. Каждый момент, проведенный на открытом воздухе, станет настоящей проверкой на выносливость для спортсменов не меньше, чем сами соревнования. Игроки в пляжный волейбол стали первыми, кто ощутил это буквально на собственной коже. Во время тренировок в парке Сиакадзе они пожаловались на горячий песок, который буквально обжигал их ноги. В итоге организаторам пришлось поливать игровую поверхность из шланга, пока спортсмены ждали в тени. Между тем, запрет на присутствие зрителей означает, что японские фанаты спорта будут следить за игрой себя дома под кондиционерами. Однако организаторы не исключают рост случаев теплового удара, что может оказать дополнительное давление на систему здравоохранения, которая и так уже перегружена из-за роста заболеваний COVID-19. Надо отметить, что летняя жара в Японии может представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно среди пожилых людей. В прошлом году, несмотря на локдаун, за помощью из-за теплового удара обратилось около 65 тысяч человек. 112 из них скончались. Ну и напоследок немного о том, как вообще олимпийские игры влияют на жизнь обычных людей. Часто проведение таких масштабных мероприятий мотивирует тем, что они приносят принимающему городу положительный экономический эффект. Местные предприятия и жители, живущие рядом с местами проведения мероприятий, обычно стремятся быстро заработать. Однако, даже если предприимчивые жители устраивают импровизированный фудкорт прямо на своем крыльце, им часто запрещается использовать брендинг игр. У них также часто нет доступа к туристам из-за того, как город реорганизуется во время реальных событий. Официальные спортивные и культурные мероприятия проходят в специально построенных зонах. Эксклюзивные права на эти места МОК предоставляет крупным спонсорам и мегакорпорациям. Посетителям игр чаще рекомендуется оставаться в этих зонах. Используют они специальную олимпийскую транспортную сеть, которая исключает взаимодействие с местным населением. Это не только нарушает повседневную жизнь жителей, но и меняет саму экосистему города. Например, в Рио в 2016 году в городе была установлена система BRT для соединения разных частей города с олимпийскими зонами. В итоге это привело к массовым выселениям целых районов. Также, несмотря на миллиарды, потраченные на новые блестящие автобусы, городская мобильность только ухудшилась и стала особенно неудобна для более бедного населения. Эти негативные последствия привели к тому, что принимающие города накладывают вето на саму идею проведения игр. Как это произошло недавно в Калгари и Гамбурге. Там люди проголосовали против проведения олимпийских игр. Эксперты считают, что олимпийский проект находится в реальной опасности, потому что сегодня запрос среди мирового сообщества на инклюзивное и устойчивое развитие выше, чем на громоздкие, не вписывающиеся в такую модель развития, ивенты. Однако, надо отметить, что МОК признает это и пытается проводить реформы. Ожидается, что будущие игры будут учитывать местные потребности в планировании и развитии городской инфраструктуры. У меня на этом все. Алматы. Аида, спасибо тебе за интересный обзор. Я напомню, с нами на связи из Нурсултана была наш международный обозреватель Аида Хайдар. Ну а мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. Прямо сейчас расскажу о других, не менее важных событиях в мире. Коротко. Мощный тайфун обрушился на китайскую провинцию Хэнань. Более 30 человек погибли, сотни пострадали. Уровень воды поднялся так быстро, что вода затопила метро. Уточняется, что в одном из туннелей подземки пассажиры оказались заблокированы в вагонах. 12 человек погибли, еще пятеро получили ранения. 500 пассажиров метро были эвакуированы из туннеля. Власти эвакуируют более 200 тысяч человек по всему Китаю. Пострадавших почти полтора миллиона. Сильные ливни и ураганный ветер накрывают не только центральный Китай, в зоне бедствия вся страна. Западную Германию накрыло масштабное наводнение. Число жертв стихии превысило 100 человек. Больше тысячи пропали без вести. Причиной бедствия стали мощные ливни, которые обрушились на центральную Европу и не прекращаются уже несколько дней. В некоторых пострадавших районах до сих пор не восстановлена связь. Ущерб в несколько сотен миллионов евро был нанесен дорогам и автомагистралям. Для их восстановления в кратчайшие сроки за счет федерального правительства должны построены 300 временных мостов. Эксперты отмечают, что нынешняя климатическая катастрофа в Германии произошла в разгар предвыборной кампании. Последствия стихии могут стать серьезными проблемами и повлиять на политический расклад сил. Колумбию вновь накрыли протесты. По всей стране прошло более 200 акций. Десятки человек задержаны, сотни пострадали. В богате мирный протест перерос в стычки с полицией. Силовики применили слезоточевый газ и водометы. Причина протестов – новый налоговый план правительства, который призван помочь властям оплачивать социальные программы и расходы, связанные с пандемией коронавируса. Полиция Коста-Рики изъяла партию кокаина весом в 4,5 тонны. Агенты полиции по контролю за наркотиками обнаружили спрятанные в контейнерах с керамикой пакеты с наркотиками, которые прибыли из Колумбии. Изъятая партия перевозилась к коммерческим суднам. Данная партия кокаина является второй по величине за всю историю наркопреступности в Коста-Рике. И самое крупное в этом году отметили в Министерстве внутренних дел страны. Ну и напоследок. Основатель компании «Амазон» и самый богатый человек в мире Джефф Безос во вторник успешно слетал в космос на корабле, который построила его компания. Он был запущен с его частного космодрома в пустыне на западе Техаса. Полет, который продлился 10 минут и 10 секунд, называют новой вехой в космической гонке миллиардеров. Больше недели назад границей космоса успешно слетал другой предприниматель Ричард Брэнсон. Вместе с Безосом на борту капсулы находились брат бизнесмена, 18-летний студент-физик из Нидерландов, а также 82-летняя американская летчица. А раньше на месте голландского студента должен был лететь неизвестный пассажир, купивший билет на онлайн-аукционе за 28 миллионов долларов. Но в последний момент этот человек отказался от полета из-за своего напряженного графика. Стоимость коммерческих полетов пока не озвучивается. Впрочем, и Безос, и Брэнсон в последнее время подвергались критике в соцсетях. Их критикуют за отрату огромных денег на полеты в космос, в то время как на Земле нарастает климатический кризис. Усугубляется пандемия коронавируса и, впрочем, у богатых-то свои причуды. Ну что ж, высоко летать не запретишь. А мы прощаемся с вами до сентября. Команда программы «Мир итоги» уходит в творческий отпуск, чтобы в новом сезоне продолжить рассказывать вам о громких событиях, которые повлияют не только на весь мир, но и изменят ход истории. На сегодня все. Берегите себя. До свидания.